Что является полярной звездой для Николая Мрачковского? Бац, там нахрапом взял и за два месяца заработал кучу денег. Дети наши самые лучшие учителя. Это начиналось все с копеек, которые когда-то я там студентом начинал откладывать тысячу рублей в месяц и какие-то фонды покупать. Потому что у нас заметил, как люди живут, то есть от звонка до звонка. Ну, все это закладывает вот эту культуру, что жить здесь и сейчас, все потратить, а там, ну, черт его знает, что будет. Правда, вот если в руку в горячую воду засунуть резко, наверное, ты обожжешься, да? Пока у тебя нет оборота в миллиарды, вообще тебя за человека не считают. Сейчас время сообществ, где люди объединены. Вот когда я достигну какой-то цели, и вот только тогда я стану счастлив. И пока ты это не организуешь, не будет у тебя ни успеха, ни в инвестировании, ни в чем. Вот, и сейчас мы об этом, обо всем поговорим. Всех приветствую, меня зовут Владислав Утушкин, не Утюшкин, не Утушкин, а именно Утушкин, и многие меня знают. Сегодня прекрасный день, сегодня ко мне в офис на встречу приехал Николай Мрачковский. Я давно хотел познакомиться с Колей, очень давно, давно за ним наблюдал, еще, можно сказать, вырос на Николая. Правда, когда у меня еще маркетинговое агентство было, я почитывал книжки Николая, потому что у нас был общий товарищ, и он меня этим всем делом заражал, и я смотрел за всем этим. И вот спустя цать лет Николай передо мной в этой студии прекрасной. Коль, тебе спасибо, что добрался, рад тебя видеть, правда, это хорошая такая встреча, потому что мне в свое время, правда, много дали твои видео. У меня был такой запрос, я это очень все изучал, потом я видел, как ты инвестировал в недвижимость, мне тоже было все интересно, я следил за этим. Вот, и сейчас мы об этом, обо всем поговорим. Хорошо. Давай, знаешь, как пару слов о себе или я тебе, у меня вот здесь целая выписка о тебе есть. Значит, Николай Мрачковский, предприниматель, инвестор, бизнес-консультант, автор деловых бестселлеров, покончил физический факультет МГУ, кандидат экономических наук, имеет степень экзекьютив МБА, Московская школа управления Сколково, также проходил индивидуальное обучение у ведущих российских и мировых экспертов по бизнесу. Правильно все написано? Ну, это, наверное, вот маркетологи собрали красивые заголовки. Ну, формально, да, все так, я и занимаюсь там, и когда-то МГУ заканчивал, там, образование, в общем, не ошиблись в этом плане. Ну, основное, конечно, я занимаюсь инвестициями и развиваю сообщество вокруг этого направления, то есть я сам инвестирую в разные направления, это и недвижимость, и в России, в первую очередь, и не только в России, вот в Дубае у меня есть недвижимость, в Таиланде кое-что, на Бали, плюс самые разные проекты. То есть это бизнес-проекты, многие такие очень твердые проекты, допустим, лесопильное производство в Архангельской области, там, торговля сельхозпродукцией в Новороссийске, ну, то есть такие весьма твердые, там, каворкинги в Питере, торговля кофе в России. Но есть и какие-то ближе вот к вашей тематике, там, крипто-проекты, немножко биткоин-майню, наверное, кто не майнит сейчас, хоть как-то особенно в крипто-зиму, прикупать оборудование. Говорят, я не столь эксперт, но говорят полезно. Вот, так что, в целом, всё правильно, четверо детей, я считаю, что это тоже такое важнейшее направление, потому что каждый, каждый ребёнок, это тоже, считай, проект, в который надо вкладываться. И, ну, и спорта, триатлон, айронмен два раза проходил. Ну, ты дважды айронмен, да, получается? Два раза, да, я в 18-м и в 20-м годах делал полную дистанцию. Я в последнее время встречаю очень много инвесторов именно, которые айронмены. Айронмен – это такая дистанция, она очень длинная, тяжёлая, то есть это 4 километра плывёшь, потом 180 едешь на велосипеде, потом спрыгиваешь, марафон бежишь, 42. И чтобы к этому подготовиться, оно требует очень длительной, постоянной работы. И это развивает крайне важное, на мой взгляд, в бизнесе качество и в инвестировании тоже, как длинная воля, умение вдолгую работать над результатом. Не разово, что ты бац, там, нахрапом взял и за два месяца заработал кучу денег. Такое редко всё-таки бывает. Обычно это долгое-долгое-долгое, там, мы копали-копали-копали, ничего не получалось, сломалась лопата, мы пригнали, там, следующую лопату копали, ну, и в итоге, там, что-то откопали золото. И также и вот в Айронмэне, в триатлоне длинном, ты долго-долго готовишься, потом получаешь результат. И это формирует вот этот вот самый навык длинной воли, который потом ты используешь в бизнес-проектах, в инвестициях. Это Серёга Полонский, вот я с ним встречался, он любит такую фразу говорить, дословно не скажу, там, из серии. Нет, как уже он говорит, порядок бьёт класс. Согласен, да, дисциплина, наверное. А, дисциплина, да, дисциплина бьёт класс, то есть можно родиться там уже, знаешь, заложенными качествами по жизни, но не раскрыть их по дороге. И вот, а вот если ты дисциплинирован, если у тебя даже нет каких-то качеств заложенных, то всё равно дисциплина бьёт класс. Я абсолютно согласен, поэтому вот есть некоторые виды спорта, которые это поддерживают. Ну да, потому что вот прям можно родиться с природными данными, там, хорошо бегать, да, прыгать. Но Iron Man-то вряд ли пробежишь, короче, если ты к нему готовиться не будешь последовательно. Отец четверых детей, круто. У меня трое, вот, трое своих. Но так получилось, что у меня в какой-то момент была очень большая семья, вот, в которой ещё были мои дети и были ещё дети-супруги. Вот, в общем, в итоге было шесть. О, ну это вообще круто. И очень разный возраст, и поэтому очень много приходилось с одной стороны посмотреть. И я хочу сказать, знаешь, какой момент для себя, как вот для предпринимателя из этого вынес. Дети наши самые лучшие учителя. Согласен, да, потому что ты, ну, они, по сути, отражают то, что есть в тебе, как хорошее, так и, к сожалению, не самое хорошее. И когда ты видишь, что ребёнок там капризничает, или сидит в телефоне слишком долго, или что-то ещё, то посмотри, может быть, это что-то у тебя. И хочешь менять детей своих, меняй себя, прежде всего. В этом плане воспитания, согласен. Какая-то трансформация происходила. Я просто наблюдал, 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 и бам, недвижимость. Нет, я всё-таки недвижимостью, инвестициями начал заниматься раньше, с 2005 года. Я прочитал Киосаки тогда, «Богатый папа, бедный папа». И для меня это прям по-разному люди относятся к этому. Я с огромным уважением и благодарностью Киосаки, потому что для меня это стала книгопереломной. То есть я до этого, вот 2005 год, мне где-то 20, там, 22 года, заканчиваю университет, физфак МГУ по специальности лазерная физика. И устроился уже работать аналитиком в крупную компанию. И планировал идти, как все там, по карьерной лестнице, специалист, там, старший специалист, ведущий специалист. И вот так бесконечно карабкаться по лестнице. И Киосаки для меня открыл другой мир, что, оказывается, можно заниматься инвестициями, заставлять деньги работать на себя и можно заниматься бизнесом. Про бизнес я вообще ничего не понимал, но инвестиции меня зацепили. И я стал откладывать, вот у него идея, может быть, если читал, помнишь, там, 1 доллар в день, вложенный под 20% годовых, через 32 года это миллион долларов. У меня так, ну, могу я доллар в день откладывать, там, тогдашний курс, наверное, рублей 25 или 30 было. Ну, могу. Так надо это начинать делать. И вот с тех пор я стал это делать. На себе могу сказать, что у меня это абсолютно так сработало, вот когда ты смотришь графики инвестиционные, что сначала 0-0-0, а потом так по экспоненте растет у тебя капитал. У меня, ну, вот так все, сейчас там капитал уже далеко не 1 миллион долларов, но это начиналось все с копеек, которые когда-то я там студентом начинал откладывать, тысячу рублей в месяц и какие-то фонды покупать. Поэтому инвестиции гораздо раньше для меня начались. Потом, то есть когда я начал, и почти все время я занимался обучением разного рода. В основном сначала оффлайн обучением, а потом в онлайн обучении, вот инфобизнес, то, что в текущий момент стало, уже выросло в огромную индустрию, там и онлайн школы, и самые разные направления, и там оффлайн проекты разные. Это шло параллельно. То есть как активная моя деятельность, я занимался обучением, занимался созданием инфобизнеса, как пассивно параллельно я занимался, постоянно откладывал часть дохода. Когда капитал стал позволять, я стал уже покупать недвижимость. Слушай, как ты думаешь, вот что должно произойти в человеке, вот в голове у него, чтобы переключиться на образ мышления инвестора? Сейчас знаешь какая история, люди боятся инвестировать. То есть это все непонятно. Понятно, что вот, например, школа инвестирования в тех же самых штатах, это из серии про домохозяек. Ну, то есть там всем все понятно. Давно у всех есть портфели, там есть портфели. А у нас это, вот именно в пространстве СНГ, мы все-таки для СНГ вещаем, у нас это все-таки какой-то страх всегда. И как вот переключить свое мышление? Потому что у нас, заметил, как люди живут? То есть от звонка до звонка. То есть вот ты сейчас сказал, я откладывал там даже маленькие какие-то суммы, да? Маленькие. А человек думает, что это такая слишком маленькая сумма, а что я там накоплю? Никто не верит в силу маленьких шагов вообще. И как вот переключить мышление в сторону инвестиций? Что тебе помогло? Киосаки услышал, переломный момент был. Что еще? Ну тут, наверное, надо начать с того, что... Почему это идет? Я считаю, что в основном этот страх от того, что много раз уже были разного рода подставы, проблемы со всех сторон. Начиная с 90-х, разные пирамиды, МММ, банки банкротившиеся, потом постоянное обесценивание рубля. И сколько ты ни копил, у тебя бац, потом очередной кризис, который в России с невероятной стабильностью происходит у нас примерно, если посчитать, постоянно очень... Ну можно там 91-й, 98-й, 2008-й, 2014-й год, 2020-й год, ну сейчас вот там 22-й. Вернее, 20-й был не по плану, то есть если так каждые примерно 6-8 лет. То есть 14-й год, затем 22-й, плюс 8 лет. Ну 20-й вот вклинился, пандемия как бы никто не ждал. Я картинку только в интернете видел, там если ты родился в Триве, если у тебя сейчас 30-плюс лет, и там список всего того, что ты собрал по дороге. То есть все зацепил после. Да, и все это привело к тому, что люди просто не верят, что ты что-то сможешь позитивное для себя скопить, все равно это все отнимут, потеряются, обесценятся. И все это закладывает вот эту культуру, что жить здесь и сейчас, все потратить, а там, ну черт его знает, что будет. Как это менять? Я считаю, что первое, это должны быть позитивные примеры рядом. Ты пока их не увидишь, то доверия нет. Поэтому смотреть на позитивные примеры, ну и пробовать по чуть-чуть. То есть попробовал чуть-чуть, не просто тут есть обратная крайность. Человек увидел возможность. Так, опа, биткоин-то тема. Все, я пойду сейчас, заложу квартиру бабушке вместе с бабушкой, на все деньги куплю биткоин по 60 тысяч долларов, а доллары для этого по 120 куплю. И вот это вот будет самая тема. И таких много на самом деле. И человек делает какой-то невероятно безумный поступок, обжигается крайне тяжело, и у него потом прививка на всю жизнь от инвестиций. Он будет рассказывать всем, да какие инвестиции, вы что, я вот там попробовал один раз, все потерял и никогда больше. Поэтому начинать по чуть-чуть и пробовать. Взял там малую часть относительно денег и попробовал там, крипту купил, акции купил, облигации купил. С недвижимостью, вот у нас большое сообщество по инвестициям, там клуб есть инвестиционный, финанс один. И недвижимость это не всегда дорогое что-то, это не обязательно квартиру в Дубае за полмиллиона долларов брать. Это можно гараж взять в какой-нибудь области, который стоит там несколько десятков, может быть несколько сот тысяч рублей, но при этом приносит там 30% годовых. Я не просто так говорю, кстати, вот я сына, у меня старший сын, когда ему 10 лет было, поставил задачу, как его обучать инвестициям в недвижимость. И с квартирами как-то это слишком жирно. Мы начали с гаражей, что мы с ним купили один гараж, причем он сам искал его на Авито, делал объявления. Ну, естественно, я ему помогал там где-то на переговорах, договор подписывал сам, еще что-то. Мы запустили на текущий момент 4 гаража, которые ему приносят с каждого гаража 10 тысяч нам примерно приходит, где-то там по 14 тысяч мы сдаем, разделив их на дольки. И ему приходит какая-то сумма, то есть я им 20% отдаю. Говорю, я же капитал-то вложил, поэтому ты участвовал, но тебе вот 20% и вот это его карманные деньги. Не папа откуда-то дают, там ему хоп, у нас приходит. А он, я говорю, вот смотри, мы с тобой создали активы, которые теперь работают на тебе, и ты с них получаешь там вот эти карманные деньги. И мы, кстати, для детей, вот я вообще, поскольку четверо детей, очень такая тема, мы много обучаем детей, и у меня книги написаны детские по финансовой грамотности, есть и там детские группы обучаем. Вот, именно за тем, чтобы как раз прививать вот это понимание, что инвестиции это нормально, это естественно. Конечно, ты активно должен что-то делать, создавать какую-то ценность своей жизнью, но вместе с этим и создавать что-то, что работает на тебя. И вот так по чуть-чуть пробовать, там по чуть-чуть вот в самых разных сферах, везде, и постепенно, получая опыт, ты начинаешь понимать, как это работает. Потому что люди же приходят и обжигаются, вообще не понимая, то есть это как вот хопа, у тебя там горячая вода, руку сунул, ну как бы неприятно. Ну, ты сначала вот сунь чужую руку туда, и пойми, что это не так страшно, та же крипта, потому что… Или по чуть-чуть. Да, по чуть-чуть совсем, да, 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 совсем немножко. Инсайт для меня. И потому что с той же криптой, большинство людей-то для них это ругательное слово, что ты чё там… О, HR-банк, и одно из другого выросло. И почему? Потому что не понимают. Ну, к слову, действительно, ведь в крипте очень много и мошенничества и обмана, но есть и очень разумные вещи. Ну, вот, например, вы там, благо, много обучаете этой тематике, как правильно работать с криптой. И поэтому вот по чуть-чуть везде пробовать, понять, что твоё, и желательно иметь вокруг какое-то окружение, кто тебя в этом поддерживает. Потому что когда ты пробуешь один что-то новое, и тебе вокруг собралась толпа родственников, и рассказывает какой-то идиот, и последний лох, что купил что-то, то не все готовы сопротивляться, плыть против течения. Поэтому кто-то это делает тайно, кто-то сначала разобрался, получил результат, и только потом рассказывает. Вот это крутая стратегия, когда там один раз, вот у меня целый ряд есть учеников, кто мне рассказывали, как сначала я там заикнулся про то, что хочу прикупить недвижимость. Мне сказали, какой я идиот, и сказали, что никогда больше так не делай, мы с тобой разведёмся, подвергнем анафеме, и что-то ещё с тобой сделаем. Но через два года я в какой-то момент сказал, вот смотрите, у меня куплено две квартиры, они разделены на студии, каждый месяц мне пассивный доход 50 тысяч рублей. И вот уже тут по-другому смотрят. А поэтому вот примерно так. Класс. Я тоже так считаю, что сил в маленьких шагах надо пробовать, и не засовывать, вот ты правильно такую метафору применил, я её запомню. Правда, вот если в руку в горячую воду засунуть резко, наверное, ты обожжёшься, да? Это как в ванну в горячую залазить, видишь, если плюхнуться в неё, вообще как горячо. А если потихонечку садиться, уже нормально. Главное, привыкаешь. Не дождаться момента, что вода закипает, а ты не заметил, сварился. И вот это тоже правильно, у меня есть такой термин, я его часто упоминаю, даже в сообществе, говорю, надо уметь сохранять игру. То есть люди не умеют, у них откручивает колпак, всё летит, пыхтит. То есть надо всё равно всегда знать свою точку входа, точку выхода из этого. Из любой истории нельзя сидеть. Да, надо вовремя соскочить. Это правда, да. Я вот знаю, что у тебя там 22 источника пассивного дохода, это мне написали. Ну, это я регулярно, раз в квартал я делаю подробный отчёт на ютубе о своих инвестициях. Я рассказываю, вот куда за прошлый квартал, как я лично инвестировал. В текущий момент это 22, даже не источник, это 22 направления. Ну, например, одно из этих направлений доходные квартиры в Москве и Московской области. Ну, а там, соответственно, в этом направлении уже большое количество конкретных объектов, которые у меня есть, они сдаются там помесячно, посуточно. И вот так у меня около 22 направлений, которые приносят именно пассивный доход. Ну, естественно, есть ещё и активная деятельность разного рода. Это там вот и ютуб я веду, это и поиск постоянных новых проектов, есть образовательная деятельность. Я доцент в Плехановском экономическом университете, то есть кандидат экономических наук. У меня и вот формальная такая научная деятельность ведётся, там научные статьи выходят и так далее. Ну, то есть разные такие направления активные, но пассивных примерно 22. Книги. Книги, да, я пишу книги и продолжаю. Сейчас вот мы детскую, я очень рад, что мы детскую книгу выпустили. Там такая художественная история, всякие эльфы, гномы и страна Финангория, но где встроены принципы финансовой грамотности для детей. Начиная с основ, что надо там часть дохода откладывать, не тратить всё последние деньги и прочее. Я считаю это максимально правильно. Вот, например, наше поколение, оно, ведь нам это вообще не давалось. То есть мы к деньгам, к отношению, к деньгам, вернее, отношение к деньгам сами начали формировать. На основании своих проб, ошибок какой-то. Нам вообще это не воспитывалось. Я считаю, что надо закладывать прям вот очень-очень рано начинать эту историю. Конечно, абсолютно согласен. Ну, сейчас даже в российских школах начали вводить урок, вернее, дисциплину такую, финансовую грамотность. Правда, возникает, конечно, большой вопрос, а кто и как её будет вести? Будут ли это люди, которые сами с этим знакомы, или это будет как что технику безопасности, я знаю, как свои три пальца. Слушай, что сейчас является самым перспективным, самым доходным в твоём портфеле из всех инвестиций? Ну, смотри, тут доходность, как бы тоже не очень корректно говорить, потому что это вот на примере, допустим, с вашей тематикой криптой. У меня может быть какая-то монета, которая дала доходность 900%. Ну, это, наверное, некорректно говорить. Корректнее говорить средняя доходность. То есть я в гораздо большей степени сейчас ценю стабильность, стабильный, постоянный, хороший доход, чем сверхдоходный, который у тебя потом сверхубытками компенсируется. То есть то ты там 120% получил, то минус 30%. Лучше стабильно, там около 30%. Это отлично, это хороший доходность для меня очень. Поэтому конкретно 2022 год, поскольку он был, мягко говоря, аномальный в российской, действительности, то наиболее удачные у меня проекты были, ну, во-первых, недвижимость, потому что она продолжила дорожать. И в основном вся недвижимость, хотя вот под конец года несколько тренд сменился, но всё равно недвижимость в последние годы очень сильно выросла. И я лично на этом прям очень серьёзно поднялся. Я за свою жизнь брал 25 ипотек, набрал много объектов, часть из них продавал, потом там новые брал. И вот этот огромный рост последних лет российской недвижимости, особенно Москва, Подмосковья, ну, я на этом прям большой капитал сколотил. Кроме этого, инвестиции в бизнес. Я стал активно инвестировать в бизнес, и мне это очень нравится как с точки зрения того, что там хорошая доходность. Ты начал инвестировать. В основном это делается по схеме займов. Допустим, есть бизнес, которым надо там закупать новое оборудование. И они готовы давать за это там 30% годовых доходностей. И ты даёшь им займ, я дал миллион рублей, и мне стабильно 300 тысяч в год, то есть 25 тысяч в месяц капает пассивный доход. Я ничего не делаю, ребята работают. И одновременно мне нравится видеть, как развиваются проекты. Как там из чего-то небольшого, обычно я инвестирую в проекты с оборотом от 50-60 миллионов рублей. То есть не совсем стартапы, не нулёвые. И когда ты видишь, как вот эти там 60-80-100 миллионов превращаются в бизнесы с миллиардными оборотами. Это очень круто. Ты видишь, как они растут, как развиваются. И несмотря на, мягко говоря, не очень благоприятные для бизнес-условия в России, всё равно люди делают успешный проект. Мне это очень нравится. В разных регионах. Вот недавно я был, допустим, Каргополь, город Каргополь, Архангельская область. Это далеко не центр мироздания, мягко говоря. Там, по-моему, 7 тысяч населения, небольшой очень город. Но ребята там делают успешный бизнес. И так вот по всей стране. Вот это направление у меня успешно сработало. То есть недвижимость и бизнес – это вот последнее время. Ну, крипта, понятно, что как-то вот последние месяцы – это не время крипты, наверное, хотя вот конкретно сейчас, когда мы пришли, вот буквально, да, несколько дней, как биткоин начал оживать, и настроения резко начали меняться у людей. Поэтому бизнес и недвижимость – это то, где сейчас, а вот сейчас мой лично основной фокус, почему я и в Дубае, и дальше вот завтра на Бали лечу, ищу международные проекты. Потому что изоляция России, которая происходит сейчас, она коснулась инструментов для россиян. Ну, в частности, фондовый рынок, очень много что заблокировалось. Просто у меня висит куча в брокерских приложениях заблокированных активов, там акции, и те фонды, и прочее, которые вроде есть, но как бы нет. И нужны международные инструменты, поскольку фондовый рынок стал гораздо менее доступен, приходится искать уже самостоятельно. Чего хотелось бы спросить. Как ты вообще находишь вот эти направления? У тебя какая-то команда есть, ты сам анализируешь. Просто вот даже про бизнес, да? У меня банковское прошлое. Вот я миллион раз выступал на кредитных комитетах для того, чтобы протащить заявку на кредит или на лизинг для большого бизнеса. Раскладывал на этом кредитном комитете, полностью разбирал балансы, забалансовые счета, доказывал, короче, что сделку надо провести. Это огромный труд. То есть я там тратил на одну сделку, на большую, если большая сделка, это 6 месяцев работы, подготовки документов к ней, анализ компании, это нужно посмотреть все как... А сейчас, когда я сам инвестирую очень много в стартапы, я очень много времени трачу даже для того, чтобы просто узнать, что там за команда, что за люди, что куда и как. Вот как ты к этому подходишь? Ну, так и есть, да. То есть это большая команда людей, которые отсматривают большинство проектов. В основном это не то, куда хочется инвестировать. Либо это вообще какие-то такие шлак. Типа мы сделаем новый Facebook для собак, или у нас гениальная идея, давайте мы на Луне рекламу будем ночью запускать, и все будут ее видеть, и это будет очень круто. Ну и плюс мы просто отсеиваем все стартапы. То есть действительно вот твоя ниша со стартапами, она в этом плане гораздо более проблемная, потому что ты заходишь на самые ранние стадии, где выживаемость очень низкая. Я захожу уже на стадиях чуть более поздних, когда проект уже доказал свою модель. То есть оборот там 50 миллионов рублей, это не так много, ну то есть плюс-минус миллион долларов. Но это значит, что они уже несколько лет проработали и уже доказали свою жизнеспособность. Плюс дальше там их задача уже убедить, что у них есть отработанная бизнес-модель масштабирования. Что мы им дали, допустим, еще 50 миллионов, и они знают, как с помощью них зарабатывать минимум 50% годовых, чтобы там половину отдать нам 25%. Половину себе оставить. И если это есть, то да. Но все равно с этими проектами дальше это такая большая работа. И в любом случае все равно какой-то процент дефолтности будет. И по разным причинам. Где-то совсем независим. Вот такой пример. Год назад мы инвестировали в компанию, занимающуюся бизнес-авиацией в России. Это было прекрасное направление, они хорошо развивались. Но это было начало февраля. Буквально через 3 недели вдруг резко бизнес-авиация в Европу перестала летать. И это стало... Ну и они понесли очень большие потери на этом. И до сих пор очень тяжело как бы восстанавливаться. Где-то просто может не повезти. Не то, что плохой бизнес, облажались. Просто вот так не повезло. Где-то может команда не справиться. Такое тоже бывает. Поэтому здесь опять же это идет... Ну главное решение это прежде всего для конечного инвестора это диверсификация. Что ты не можешь себе позволить все поставить на одну лошадь. Но когда у тебя там 15 проектов, это уже гораздо безопаснее. С доходностью там 30% годовых у тебя условно. Из 5,1 умирает. Все равно 4 вытаскивают тебя в ноль уже. Ну и смертность вот таких компаний гораздо ниже, конечно, чем у стартапов. То есть и поэтому вот мы свою нишу берем, когда компании еще не доросли до полноценного банковского финансирования. Потому что большинство банков... Ну во-первых, это геморрой безумный. Вот как ты рассказывал, даже вот компания у нас есть, куда активно инвестируем, русский тоннаж компания. Оборот 1 миллиард 700 миллионов. Ну это уже такой приличный бизнес. Все-таки не мелочь. Немало средних. Но они получали одобрение на кредитную линию, там по-моему миллионов на 200. Восемь месяцев им одобряли в Газпромбанке, и плюс, по-моему, в Альфе или где-то еще. А им деньги сейчас нужны. Ну и вот они готовы идти к инвесторам, платя более высокий процент, но зато деньги сразу, и с которыми можно работать. Но все равно это, да, это команда аналитиков, которые и... Тут смотри, еще какой подвох есть. Ты анализируешь на старте, но этого недостаточно. Вообще недостаточно. Потому что... Потому что... Дороги надо. Да. А не на старте-то может быть все прекрасно. А потом через полгода они деньги привлекли, и что они там с ними делают. То есть это еще дальше отчет о том, куда они все это тратят. Постоянный анализ баланса, чтобы компании не уходили в пирамидальную схему, что они привлекают деньги, чтобы выплатить прошлые долги, что тоже может случаться. То есть это с одной стороны такое непростое направление, с другой это голубой океан, потому что с ними в России никто не работает. Есть куча компаний, кому не хватает финансирования. Банки это огромный геморрой, плюс пока у тебя нет оборотов в миллиарды, вообще тебя за человека не считают. В основном. То есть банкам это почти неинтересно, либо там сумму 10 миллионов тебе дадут, и все. Без залог, естественно. Ну если есть залог, да, но мало у кого есть залог недвижимости. Так что это интересная ниша. То есть проблема есть, но и возможность большая. Понял. Но это большое количество менеджмента сразу. Потому что за этим любым бизнесом надо следить за инвестициями, которые ты уже сделал. Поэтому для себя, как говорится, кто инвестирует в бизнес такой на земле. Там же процессов куча в любом бизнесе. Ну тут смотри, да. То есть для конечного инвестора это как бы для меня, как для человека, который организует менеджмент управления всем этим делом. Да. Для большинства вот инвесторов, вот у нас есть клуб, там полторы тысячи инвесторов. То есть у нас есть команда аналитиков, которая работает на все вот эти полторы тысячи человек. Ну то есть им там можно задать вопросы, их задачу вот анализировать, и уже инвесторам выдавать вот такую простую таблицу с некими коэффициентами и рейтингами. А инвестор просто дальше, как условно вот брокерское приложение, он видит, там открывает, там какие-то рейтинги аналитиков выстроили. Тоже, кстати, непонятно как и кем. И выбирает. Ну вот мы и подошли плавненько к тому, что сейчас такое время настало, время одиночек кончилось. Вот, если ты хочешь что-то делать один, наверное, у тебя получится. Не наверное, получится, если в одну точку бить. Но сейчас пришло время все-таки сообщества, я считаю. Согласен, да. Абсолютно. То есть, если ты, вот ты сказал такую вещь, там, что, как вот трансформирует свой мозг, там, в мозг инвестора, да, окружение. Я считаю, что окружение очень важно. Конечно. Потому что, если ты в одну калитку плывешь, можешь только от себя отталкиваться, или еще как-то это все вообще не работает. Сейчас время сообществ, где люди объединены для какой-то одной цели, где они готовы друг друга развивать, вместе развиваться. Тогда это работает. Время сообщества. Поэтому вот, создавая какой-нибудь бизнес-клуб, там, инвесторское сообщество, еще какое-то, я считаю, это самое правильное. Вообще сейчас время замкнуто хэк-систем. Чтобы люди вокруг одного интереса сбивались, тогда точно полетит. В любой нише. Вот смотрю, там, психология, медитация, и все остальное. Вот где реально сплоченные клубы появляются в сообществе? Оно там. Там есть результат. Даже это, так, можно по-разному относиться к этому, особенно в России, там, даже самая бизнес-молодость, это из серии своего рода сообщества случилось, и оно реально, оно качнуло рынок просто. То есть, очень много бизнесменов оттуда выросло. Реально выросло, то есть, там, никто там по дороге, там, что-то поковырялся, а реально много бизнесов оттуда выросло. Почему? Потому что все, на самом деле, там, не на сцену ходили смотреть, а вместе что-то делать. Вот, поэтому я считаю, что развивать сейчас бизнес-сообщество это самая крутая штука. Или ступать в бизнес-сообщество. Да, или, то есть, если человек вот хочет разогнаться, находить в своей теме какое-то сообщество, не обязательно бизнес, но там, да, любое. Просто потому, что тебя, когда все бегут, тебе проще бежать. Вот, как такая аналогия, ты выезжаешь с какой-то мелкой улочки на скоростной шоссе, привык ездить 40 километров в час, а там все 100 едут, и ты выезжаешь в этот поток, и ты хочешь не хочешь, ты будешь разгоняться, тебе будет некомфортно с 40 километров, когда кругом все 100. и это важная задача, то есть, хочешь преуспеть в чем-то, в любой нише, будь то там здоровье, спорт и прочее, погрузи себя в сообщество, которое будет тебя толкать вперед. Сто процентов. Я это, помню, почувствовал на своей шкуре. Я из деревни, там, в Рязанской области, из маленькой, я, помню, когда попал в университет в Москву, я почувствовал себя крайне некомфортно. Я подумал, ой, господи, мне как хочется назад вернуться, потому что сейчас здесь вообще что-то все непонятно мне, я непонятно выгляжу, и мне приходилось очень много на собой работать, чтобы хотя бы дотянуться. А потом я дотянулся, мне все стало понятно, и я такой, о, так можно и дальше пойти. И это, кстати, стало моей козырной штукой, когда мне нужен рост, знаешь, что я делаю? Я просто иду. Иду туда, где люди выше, где люди сильнее, и мне там страшно поначалу, непонятно, это нормальное человеческое чувство, но ты в этом прорастаешь. Поэтому, поэтому это самый классный инсайд, который можно вообще найти для себя. То есть, ты хочешь расти, иди, вливайся в какое-нибудь сообщество, которое объединено одним каким-то интересом. Да, тебе, может быть, на старте там будет некомфортно, но ничего страшного. Ты обязательно быстро вырастишь. Это, ты знаешь, вот интересно здесь, в Дубае, что приезжаешь, если ты думаешь, что ты богатый человек, съезди в Дубай, и пойми, что, когда у меня какое-то приложение, просто открываю, и там сразу всплывает реклама. Купите квартиру на пляже от миллиона долларов. И ты так думаешь, ну вот как-то сходу не готов за миллион долларов, а там при мне вот было очень интересно, я сейчас несколько дней подряд ездил тут с недвижимостью тоже местный, занимался, и при мне вот агент, который меня водит, и он, извините, Николай, мне тут надо в WhatsApp ответить, у меня клиент квартиру покупает. И у него при мне человек по WhatsApp за полтора миллиона долларов купил квартиру, даже не приезжая ее посмотреть, откуда ты из России. И когда ты такое видишь, думаешь, ну надо, значит, надо подниматься. Сто процентов. Я вот с Олегом Торбусовым тоже общался, он как раз рассказывал именно про это. То, что в России, мне говорят, ну вот чем отличается бизнес там, в России и здесь, вот его конкретно, с недвижимостью, у него агентство Whiteville большое. И он говорит, там каждую недвижимость приходится показывать, рассказывать, ездить куда-то. Здесь я, говорит, просто онлайн продаю там миллиарды миллиардов, короче, вообще ничего не показываю, по-другому решение принимаются. Почему? Потому что люди выше, они немножко по-другому решение принимают. Все, для них это просто там актив, который будет либо зарабатывать для них, еще что-то, еще, ну короче, по-другому все. Окей. Я теперь понимаю, как, ну вернее, я и сам так делаю, то есть только в сообществах можно управлять большими системами, потому что само сообщество является твоим помощником, они сейчас сами все анализируют, сами находят иногда варианты интересные, сами притаскивают. Знаешь, я хотел проговорить, вот ты сказал про четверо детей, это очень круто. Вот, я уже говорю, что дети наши самые лучшие наставники, учителя, и вообще человек, у меня, знаешь, в компании у нас там в документах было такое правило до недавнего времени, оно сейчас немножко откорректируется, потому что у меня там жизнь изменилась кардинально, но у нас было правило там не партнериться с людьми, у которых нет семьи, то есть не работать с людьми холостяками, не работать, у кого нет детей, потому что это люди, к которым приходит успех, у них срывает крышу и не понятно, как выглядит. И вот для меня всегда был показатель, что если человек семейный, у него есть там дети, то это уже сбалансированная личность полноценная, которая умеет этим всем процессом управлять, потому что семья это огромный труд. И еще, говорю, дети наши коучи, и вот здесь как раз вот хочу такую тему затронуть и людям, это тоже и зрителям будет интересно, про воспитание детей, вот что-то закладываешь, как ты к этому, во-первых, пришел, как ты вот это осознал, что надо закладывать в детей вот эти вот все знания, да? Ты знаешь, я до 2013 года, вот уже где-то 10 лет назад, я очень прям, наверное, был такой стопроцентный бизнесмен, 24 на 7, с утра до ночи работаешь, выходные тоже. Потом в какой-то момент задумался, вот у меня тогда двое детей было, второй ребенок родился, и я как раз подумал о том, я посчитал время, сколько времени я трачу на бизнес-проекты и сколько на детей. Это соотношение, очевидно, оказалось очень сильно не в пользу детей. Я подумал, ну, а правильно ли это, хочу ли я, чтобы там дети особо не видели папу и росли как-то там мимо, но зато бизнес будет активнее расти. Решил, что нет, мне этот путь не нравится. Я стал очень сильно перестраивать свою жизнь, что снижая, что для себя взял принцип, что большинство моих проектов должны работать без меня, без моего постоянного участия, то есть, чтобы я на старте там делаю некий импульс, выстраиваю какую-то систему, а потом уже не должен там операционно участвовать в этом. Это касается там и инвестиционных проектов, и бизнес-проектов, в которых участвую. И тогда я стал вот как раз гораздо больше заниматься и изучением вообще методик воспитания детей. Я считаю, что воспитание, вот две основные методики для тебя, для себя. Первое, это воспитание детей, это воспитание себя прежде всего, о чём ты тоже говорил, что он хочет поменять своих детей, хорошие или плохие качества, меня прежде всего себя. И второе, я очень фанат методики Антона Семёновича Макаренко, наш великий педагог, который входит в четвёрку лучших, самых признаваемых педагогов мира, наряду там с Марией Монтессори. И его, в чём заслуга? Есть отличная его книга «Педагогическая поэма», где он описывает свои истории, там продолжение у неё есть. 20-е годы Советский Союз 100 лет назад после Гражданской войны огромное количество беспризорных детей, и Макаренко дают колонию для несовершеннолетних преступников, и говорят, сделать из них достойных людей. Такая архисложная задача. И самое интересное, что у него это получается, что он выстраивает эту систему. Вот он в своей книге довольно подробно рассказывает именно, как он выстраивает эту систему, как у него что, ну и там какие-то художественные моменты, как что происходило, но и на чём принципы воспитания строятся. И самое главное, он потом, потом ему давали ещё несколько колоний, он это повторил несколько раз. То есть, это был метод, который работал, что практически никто, вот у него там было, по-моему, несколько сот воспитанников в первой колонии, и из них почти никто не стал после этого преступником, все стали нормальными членами общества, кто-то там выдающимися членами. Это уникальный результат. И в чём основа? Это воспитание трудом, что человек, когда трудится, он это начинает его облагораживать, труд облагораживает человека. То есть, у него это конкретно заключалось в том, что каждая колония, она это была такой хоз единистом, на самообеспечение. Они делали свои там поля, свою технику, какую-то сельхоз, как-то кому-то что-то продавали. И вот это вот участие в активной жизни человека, оно очень сильно его растило. И особенно, когда он в коллективе работал. И вот так же я стараюсь детей своих вовлекать, уже начиная с относительно раннего возраста, ну где-то лет с 6-7, мы начинаем так или иначе пробовать их вовлекать, чтобы они где-то что-то делали, трудились как-то. Там со старшим сыном мы делали сначала табуретки, с ним вместе продавали их на Авито, потом с дочками свечной заводик, маленькие они с мамой делали свечки ручной работы. Сейчас там постарше уже более сложные какие-то вещи, вот там со старшим гаражи делаем. Дочка, она там как модель стала в модельном агентстве, вот ей недавно первые деньги, там 4 тысячи, она заработала, как модель, ее снимали, какие-то свитера для детской одежды. и стремится детей привлекать вот к какому-то труду, когда они что-то делают, созидают. Не когда они только потребляют, потому что вот часто у нас как бы детям все лучшее, поэтому пусть они ничего не делают. Потому что мы сами жили бедно, наши дети должны пожить лучше, чем мы, и мы их просто заваливаем. Вроде того. Неоткуда. Я разными способами пытаюсь это создавать. Например, очень люблю с детьми ходить в походы. Мы регулярно ходим каждое лето практически, либо там вот часто в Тверской области мы по Волге ходим на катамаранах, там на байдарках, в Карелию. И погружение вот в такую среду, где человек, дети там должны сами ставить палатки, готовить на костре, что-то там грести на байдарках. То есть, когда человек трудится и как бы обслуживает сам свою жизнь. И вот такие вот вещи, я пытаюсь их создавать. У меня на канале даже есть целый плейлист «Система воспитания детей». Если интересно, можно посмотреть. Я собрал там разные свои наработки. Ну и прежде всего не свои, конечно. Я просто прочитал много разных книг по воспитанию. Очень много что собрано. Другое дело, что не все родители, у них есть время и силы, чтобы заниматься этим воспитанием. Да и у меня даже это. Поэтому моя основная задача как родителя воспитывать себя раз, и два, создать такую среду для детей, которая бы воспитывала их. Это там лагеря. Например, у нас дети постоянно ездят в лагеря, потому что лагеря очень сильно воспитывают самостоятельность, плюс они тематические могут быть. Это там какая-то ответственность, какие-то задания, которые они должны делать, там обязанности, которые у них есть. Ну и еще там целый ряд моментов. Вот так. Класс. Еще знаешь, что я замечаю, вот даже с тобой общаюсь, не только с тобой, большинство успешных людей, а инвесторов особенно, очень осознанные люди, то есть они не просто как машины вычислительные работают. И вообще я заметил, как мир поменялся. То есть если раньше была такая энергия, низковибрационная, то есть люди такие, идущие по головам, я машина, вот это вот, ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не существует, есть только работа, бизнес, иду. То есть сейчас заметил, как это все отрабатывает. То есть реально успешны те, у кого прям такая осознанность, управление в семье, то есть полное такое колесо формируется, нельзя бить в одну точку. Вот это была моя ошибка очень-очень долго. Я все на карту работы ставил вообще абсолютно все, то есть не замечаю остального. И потом компенсаторика приходила, то есть тебя все равно потом раскручивает по другим моментам, ты проседаешь. Вот даже сейчас опять с тобой разговариваю, опять у меня в голове этот инсайд, что очень важно, что у тебя там в семье, в доме, в отношениях с детьми, как ты сам к этому относишься, сколько времени ты себе уделяешь, читаешь ты книжки, не читаешь, разбираешься в себе, копаешься. То есть это все очень важно. И вот здесь вот тоже такой момент. Я знаю, что ты супер-профи по тайм-менеджменту. Вот мой тайм-менеджмент когда-то, когда я работал еще в банке, мне не хватало времени, начался с Глеба Архангельского. Вот у меня был даже ежедневник Глеба Архангельского. И мне это очень сильно помогло. Я знаю, что у тебя там тоже очень все структурировано. Поделишься своими какими-то... Ну, ты знаешь, то есть здесь очень много, что можно разбирать. Есть куча инструментов, личной эффективности. Основное я бы несколько вещей выделял. То есть это первое планирование, что надо обязательно планы решать. То есть если ты просто плывешь по течению, я не сторонник этого. Это может быть как бы комфортно, но результативность не очень дает. То есть первое – это планы, причем ставить планы достаточно амбициозные. То есть часто мы себя очень сильно занижаем, жалеем, что ну нет, как-то я там сильно перестараюсь. Поэтому первое – планирование. Второе – это действие. То есть недостаточно запланировать. Надо научить себя дисциплинированно действовать. То есть неважно, там хорошая погода на улице, плохая, есть настроение, нет настроения. Ты идешь, делаешь то, что нужно. И это просто вот привычка, что у тебя есть в плане, значит, ты там берешь и делаешь это. Далее это, конечно, вот я бы сказал, система восстановления. И потому что если ты только прешь вперед, у тебя, ты будешь довольно быстро перегорать. Для многих это, особенно предпринимателей, характерно. Огромная проблема сейчас. И у меня тоже такая проблема и бывала, и до сих пор иногда проявляется. Хотя я стараюсь себя останавливать. Что ты можешь переть как танк, вперед сделать кучу результата, и потом все. И потом у тебя куча проблем со здоровьем, с отношениями, с чем-то еще. Поэтому я очень сторонник здесь, во-первых, восстановления, во-вторых, идея баланса. То есть колесо баланса, что не делать ставку только на что-то одно, а вот стремиться смотреть, где у меня что проседает, и за этим следить, и развивать все свои стороны, и за здоровьем следить. Особенно чем старший человек становится за отношения, потому что сами по себе они как-то не очень развиваются. Ну то есть вернее, надо вкладываться в отношения, потому что это, как часто люди думают, я там женился, вышел замуж, и все. На этом построение отношений закончилось, а это же только начало. Или воспитание детей, тоже недостаточно их родить. Это малая часть, ну для женщины может быть чуть более тяжелая, конечно, но воспитание гораздо больше. И вот эта вот идея развития комплексного, а не только все там в бизнес. Потому что я для себя, например, сегодня уже понимаю, что для меня прям ударное вложение в бизнес не поменяет кардинально жизнь. Ну заработаю я еще там несколько миллионов долларов, плюс-минус у меня жизнь не поменяется. Я уже много денег заработал. Сделаю еще там проект, опять же, но я уже много сделал, и успешных, и провальных проектов, самых разных. А вот где-то в другой сфере, наоборот. То есть вот дети, например, я хочу постараться как можно больше с ними, пока они, особенно пока они маленькие, больше времени с ними провести, больше в них постараться вложить себя. Вот. И вот этот баланс, это, наверное, главное, что служит вот таким ключом к счастью, можно сказать. Класс. Я знаю, что у тебя курс даже есть на эту тему, там, про тайм-менеджмент, и все это. Есть, да, они даже есть, есть и книги, вот у меня книга много-много раз переиздавалась, так и называется, экстремальный тайм-менеджмент, она стала бестселлером, можете почитать, на зоне продается. Есть много материалов у меня на YouTube-канале, если интересно, можно просто вот на YouTube зайти, большинство уже в открытом доступе, это не мой там, не заработок, мы даже когда-то, иногда что-то проводим по личной эффективности, это обычно все бесплатно у нас идет. Потому что ты тоже, я заметил, живешь с эгидой про отдать, да, отдать, развить вокруг себя. Мне кажется, это очень важно в наше время, победят только такие. Я вообще сейчас верю, что все бизнесы сдохнут, которые живут в другой парадигме, которые про забрать. Останутся только бизнесы, только про отдать, короче, только развить рядом с собой. И люди такие же. Вот заметил, как отрабатывает вселенную. Прямо вот очень, очень, мы прямо сейчас видим, как уходят с арены, вот эти вот все мастодонты серьезные, которые немножко про другое были. И выходят ребята, которые вокруг себя способны строить большие конструкции. Наверное, все-таки есть разные пути и разные люди, и какие-то негативные примеры тоже могут быть, когда какой-нибудь условно злодей процветает. Такое тоже примеры есть. Но, да, я за то, чтобы делать все более так позитивно и осознанно. Согласен. Но, в то же время, хотя как бы важно отдавать, вот здесь вернусь к идее восстановления, чтобы ты не превращаться, что ты отдаешь так много, что ты не восстанавливаешься, выгораешь. Да. Это тоже для бизнесменов характерно. Да. Что он так выкладывается, что потом вот еле живой восстанавливает, ну, либо просто его срубает на какую-то болезнь. Мой косяк, мой косяк. Я вот прям иду, 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 готов раздавать, и потом ба. Да, и потом упал, и все, и долго, долго от этого восстанавливаешься. Так что... Не, у меня проблемы точно в этом есть. То есть, мое колесо, я до сих пор не научился его гармонично формировать. Я это, знаешь, даже недавно картинку такую выкладывал, ну, очень хорошую, там, типа, выключатель такой, одержимость, и... И неодержимость. Вот, я про это, то есть, ударно куда-нибудь долететь, дойти, и потом, знаешь, как собака как-то лежит вот так вот и с одышкой. Это плохо. Из-за этого там много своих моментов кружится. Ну, ты знаешь, у меня такой переломный был в этом плане момент, наверное. Я... Меня однажды позвали выступить на какую-то конференцию. Большая конференция в Москве. Помню, отель Интерконтинентальный Тверской. И я до этого прям нереально работал вот всю неделю предыдущую постоянно какие-то и выступления, там, планерки, совещания, что-то еще. И мне надо ехать выступать. Я еду уже там на машине или на такси туда, на такси ехал, и чувствую прям себя очень плохо. То есть, и я все-таки приезжаю туда, и прям мне сейчас выступать, выходить на сцену, у меня все плывет перед глазами. Просто, я понимаю, сейчас выйду, я там свалюсь на сцене. Я как-то, ну, как-то отказался, там извинился, штрафы заплатил, какие-то бонусы людям потом дал. Вернулся, на следующий день пошел к врачу-невропатологу, тот мне сказал, что, ну, от работы кони дохнут. Будете так продолжать скоро, просто свалитесь с какой-то очень серьезной проблемой. И это меня заставило вот тогда задуматься, что, наверное, надо как-то менять свой формат жизни, и нельзя вот так вот прям переть это неправильно. Опять же, вот я потом много занимался ударным спортом, триатлоном. Это как у Высоцкого, если помнишь, на 10 тысяч я рванул, как на 500 и сбегся. Нельзя так, это неправильно. Вот так вот переть, 500 метров, да, ты ударно пробежал и потом сдох. На такой длинной дистанции, вот Айронмен, ты с утра начинаешь, в 7 утра, ты синишируешь, в 8. То есть, ты должен разложить, ни в коем случае не ломиться софи дуры вначале. Нет, ты должен взять комфортную крейсерскую скорость и ее продержать длинную дистанцию. И вот так работаете, что ты по жизни, ты должен иметь хорошую среднюю скорость, но не выбиваться, что вот как-то невероятно, ты рванул неделю, месяц и потом сдох, и потом лежишь там месяц. Много тебе как бизнесмен дал Айронмен? Я считаю, что очень много в плане, с одной стороны, это вызов невозможному для меня был, потому что у меня были, я как в это вписался. В 2015 году я стал пытаться бегать, как-то меня зацепила идея вот триатлона, и у меня начались сильные боли в суставе тазобедренном. Я стал пытаться разбираться, вот буквально 5-10 минут бега, очень сильно болела нога, и я стал ходить по врачам, и мне хотели, в общем, большинство врачей, причем даже я в Израиль летал, там мне сказали, что там супер-мега врачи, и мне хотели ампутировать тазобедренный сустав, поставить титановый протез, сказали, что все, он там стерся, дегенеративные процессы начались, артрозы и так далее, и все, и это все не восстанавливается, и теперь никакого тебе бега, в лучшем случае только плавать, а лучше давай мы тебя отпилим сустав и поставим протез титановый. И я для себя бросил, вот для меня это был вызов, доказать себе, во-первых, что можно все-таки восстановить здоровье, в частности, суставы, которые мне, большинство врачей говорили, что нет, это невозможно, суставы не восстанавливаются. Но потом, я уже почти отчаялся, я встретил хирурга, хороший мой товарищ, до сих пор, Муслим, его зовут, Муслим Муслимов, врач, очень такой прям высокого уровня хирург, и там владелец нескольких клиник в Москве, общественные деятели, и он мне сказал фразу, которая мне запомнилась, что большинство врачей абсолютно уверены, что пациенты не дисциплинированы, и ты не сможешь много месяцев или лет подряд работать над своей проблемой, поэтому сразу говорят, что все, ничего, не остановится. Но на самом деле с теми же суставами, если ты будешь там условно постоянно, каждый день меняешь питание, постоянно суставную гимнастику, еще что-то, там разные физиопроцедуры, то ты сможешь существенно восстановиться. И я для себя вот бросил вызов, тогда себе поставил, что пройти Айронмэн, для меня это казалось просто невозможно, я там 10 минут не мог пробежать, а тут пробежать марафон, да еще и после того, как ты до этого 8 часов там отплавал и откатал велосипед, уже никакущий. И вот я прошел в 18-м году в первый раз в Таллине, потом в Сочи в 20-м году второй раз. И вот это для меня было в большой степени таким вызовом и доказательством невозможного. С одной стороны, что очень большие сложные цели можно реализовывать постоянной методичной работой. Но чтобы это пройти, это просто, ну тут нет ничего сложного, это просто, ну нелегко, ты должен просто два года подряд каждый день по полтора часа тренироваться. Это полтора-два часа, и тогда все получится. И так, я считаю сегодня, что почти в любой сфере ты можешь достичь грандиозных результатов постоянной методичной работы. Все правильно, да. Еще один инсайт поймал. Знаешь, люди, ну ты тоже как инвестор, я уверен, что к тебе куча людей приходит, с конкретным запросом, вот у меня есть 10 тысяч долларов, я через два месяца хочу 20, куда мне засунуть их, да. Вот. Я обычно говорю, куда их засунуть, вот. Но люди не хотят, люди не хотят туда. Покажите мне другое место. Поэтому, да, поэтому приходится придумывать все-таки какие-то инструменты, которые, знаешь, граничат и с риском, и с безумием, и со всем остальным, и там результат может быть разный. Почему так происходит? Потому что, я говорю, невозможно это, то есть, быстро и легко можно получить только по щам, вот. А все остальное, это методичный путь. Реально методичный, долгий путь. И где-то вот в рамках этого пути у тебя появляется реально осознание, что с этим делать, как с этим работать, ты перестаешь нервничать, вот эта вся история. И это так же, как вот реально с врачами. Ты приходишь, он тебе дает простые решения, врач, не потому, что он хочет тебе там дать это простое решение, он просто реально думает, что ты не будешь методично исполнять то, что он тебе даст с полным восстановлением. У меня сейчас общение вот с врачом реально происходит, вот. И он мне как раз этот инсайт тоже сказал. Он говорит, я даю вот простые решения своим больным. Почему? Потому что они не способны долго идти. А если кто-то из них способен долго идти, при получении первых результатов, он, во-первых, начинает думать, что вот он вскрыл вселенную, и вот этот результат только его, и дальше он все сам знает, и начинает менять подходы и методику, и в итоге вваливается. И когда он вываливается, он приходит ко мне и говорит, что я плохой врач. Говорит, поэтому большинство лекарств, которые вы видите, вот он мне говорит, вот, большинство лекарств на полке аптеки, это то, чтобы просто убрать симптомы. Потому что люди не хотят лечиться. Они хотят просто убрать симптомы. И вот в инвестициях точно так же. Люди хотят убрать симптомы, что им там на что-то не хватает. А вот реально выздороветь очень маленькое количество людей хочет. Ты знаешь, в инвестировании, вот у меня есть такая метафора, я когда-то восходил на Эльбрус, это самая высокая гора в Европе, у нас на Кавказе, 5 642 метра. И путь к финансовому успеху, это тоже как восхождение на гору. Да. Ты не можешь быстро туда взбежать, потому что там необходима акклиматизация. Это постепенно. Даже если тебя туда на вертолете завезут, ты там очень быстро скукожишься и придется оттуда сваливаться. Такие примеры есть, когда на людей внезапно сваливается большое наследство или в лотерею выиграли. Очень быстро они все сливают. Тебе нужна обязательно команда. То есть в одиночку тоже это очень опасно идти. И то есть сообщество. Тебе нужен проводник, кто тебя туда ведет. То есть идти самостоятельно пробивать путь в неизвестной области, это бессмысленно. Тебе нужны люди, которые уже много раз этот путь проходили, наставники. Тебе нужен план действий, как ты будешь восходить, на какую вершине будет у тебя пауза, восстановление, спускаться, как будете и так далее. И вот так к этому и относиться. Не к тому, что можно вот так бац и легко и быстро заработать. Хотя, наверное, вот и может быть в твоей теме крипты здесь есть, конечно, такой синдром у многих людей, что все слышали про соседа, которые зараза по 200 баксов, когда-то биток купил, а теперь продал, конечно, по 65 на самом пике. И на его месте же должен был быть я. И вот научите меня, как мне за 200 купить и за 65 тысяч продать. Это вот большой бич крипты, кстати. Вот когда я даже в сообществе эту штуку пропагандирую, то есть и рассказываю об этом, что вы идете в крипту, потому что вам кто-то рассказал, что он там вот сделал несколько тысяч процентов вот за вечер. И вы все рветесь. Вот. А когда вы начнете относиться к крипте как к классическому инструменту, где 30% годовых, это овер много, у вас начнет получаться. То есть надо вот относиться спокойнее. Когда ты понимаешь, что вот у тебя есть инструмент, и если ты заработал, не, если я когда-то заработал там 30% в год на этом инструменте, это очень круто. Вот. Тогда у вас будет получаться иногда, иногда выигрываете вот такие вот спринты, которые тебе очень много дают. но это единичная история. Все-таки надо целиться к более классическому подходу. Тогда будет проскакивать там что-то. Невозможно. Я не верю. То есть я всем говорю, не не верю, а уже просто давно пожив в рынке, а я пережил там с 2013 года очень много циклов криптовых в том числе. Видел, как люди в 2018 году переставали быть криптонами, продавали маски, вот и все остальное. И видел людей, кто остался в рынке, и что-то делал. И они все в итоге стали успешными. Почему? Потому что они в рынке остались. Они осознали, что здесь быстрых денег нет. Что надо все равно строить систему, строить команды вокруг себя, вливаться в какие-то сообщества. Вот это самое главное. Знаешь, что хочется спросить у тебя? Что является полярной звездой для Николая Мрачковского? Когда вот Николай придет к этой полярной звезде и скажет, я молодец, у меня все получилось, я счастлив, это была моей самой главной большой целью на всю жизнь. Что является полярной звездой? Куда идешь ты? Потому что знаешь, в какой момент я тебя просто знаю, о чем говорю. Когда-то я лично сам мечтал, когда я был студентом, я мечтал прийти в ресторан и есть там, несмотря на цены, в меню. Окей, выполнил. Потом я еще какую-то штуку устал, еще, еще, еще. И вот это все достигалось, достигалось, достигалось. И правда был в момент моей жизни, когда я сел и думаю, е-мое, у меня все цели закрыты, все, что я там помечтал, закрылось. И мне так стало страшно, что я сейчас должен сесть и придумать какие-то новые цели. А вот эти новые цели, они когда-то были вообще невозможными, а вот когда я сел их писать, они мне казались просто большими. Я ей эти цели закрыл. И вот в какой-то момент у меня пришло там понимание, типа, надо сформировать полярную звезду, когда я вот точно приду и скажу, все хорошо. Что такое? Ты знаешь, вот я считаю, что это ловушка, в которую не стоит, по крайней мере, для себя попадать, потому что это, как, знаешь, вот спортсмены. У них есть величайшая цель, там, выиграть Олимпиаду. И вот он вдруг, не дай бог, ее выигрывает. И все. И все, да. И человек, все, у него смысл жизни теряется. Больше, да. Ну, по крайней мере, часто такое происходит. Есть хороший фильм «Мирный войн», может быть, если смотрел на эту тему. То есть, на мой взгляд, вот путеводная такая ключевая цель, это не то, что вот когда я достигну какой-то цели, и вот только тогда я стану счастлив, когда я заработаю там миллион долларов, или когда у меня там что-то еще перееду куда-то или что-то иное. А цель, это вот то, чтобы каждый день создать себе такой образ жизни, что каждый день ты чувствуешь себя там радостным, энергичным, бодрым, счастливым, веселым. И вот каждый день так просыпаться и насытить свою жизнь такой деятельностью и окружением, и обстановкой, и людьми, чтобы чувствовать себя так каждый день. И вот это для меня и является вот такой путеводной целью, чтобы стремиться к этому именно каждый день, а не только, когда я окажусь на вершине горы. иначе это будет вот постоянная ловушка, что достиг целей и хопа, там мгновение счастья и все, и опустошение, и заново надо искать. А вот если целиться в то, чтобы каждый день быть счастливым человеком, вот это очень большого стоит. Класс, вот именно этот ответ я от тебя ждал, потому что я вот, знаешь, когда ты для себя это увидел, знаешь, что-то фразочку, у самурая нет целей, есть только путь. И я правда осознал, а сейчас еще больше с годами, знаешь, приходится сознание, что вот счастье, оно в моменте. Что-то я проснулся сегодня, солнце светит, еще я понял, что как бы мне плохо не было, солнце все равно встанет, и все равно придется жить в этом, так лучше жить счастливо. Поэтому нужно так свою жизнь сформировать, чем бы ты ни занимался, в каком состоянии ты ни пробивал, в изобилии, в недостатке, еще что-то, ты обязан быть, короче, счастливым на эту жизнь. И вот обычно там на день рождения желают, я желаю тебе здоровья, любви, будет здоровье, будет все. А я скажу, что вот будет счастье, будет, короче, и здоровье, и любовь, и деньги. Человек обязан быть счастливым, вот, а счастье, оно как раз таки в моменте, наслаждаться, чем ты занимаешься сегодня. И пока ты это не организуешь, не будет у тебя ни успеха, ни в инвестировании, ни в чем. Твоя задача как раз вот в это встроиться. А чтобы в это встраиваться, нужно, чтобы вот окружение было правильным. Поэтому выбирайте правильное окружение. Николай, спасибо тебе огромное. Спасибо, Влад. Спасибо. Друзья, будьте счастливыми. Стремитесь к этому. Друзья, в этом году у меня вышло несколько новых книг, которые хочу вам презентовать. Первая книга, серьезное управление деньгами 40 инвестиционных стратегий. Здесь очень детально я разбираю, там с QR-кодами, можно заходить по QR-кодам, смотреть дополнительные видео. Большое количество инвестиционных стратегий. Это конкретная книга про инвестиции. Вторая, наша легендарная книга в новом издании «Экстремальный тайм-менеджмент». Напишите, кстати, если читали эту книгу. Новое переработанное издание, книга-тренинг с конкретными заданиями, художественная книга, но при этом очень практичная про развитие себя, про то, как все успевать, огромное количество дел выполнять. И третья книга для детей. Мы давно хотели сделать книгу для детей, называется «Приключения финангории», поскольку вот у меня у самого четверо детей и детских книг на тему финансов, финансовой грамотности крайне мало. Есть, но совсем немного. И мы решили этот вопрос тоже решать и двигать вперед. Под видео будут ссылки на эти книги. Их можно заказать на Озоне. Надеюсь, что что-то будет вам интересно. И, пожалуйста, напишите отзывы, когда их почитаете. Буду благодарен.